Из морских глубин в любовный омут. Знаменитый роман отечественного фантаста Александра Беляева скоро заиграет новыми красками. В Краевом музыкальном театре активно готовятся к долгожданной премьере мюзикла «Человек-амфибия». 26 вокальных номеров, 10 из которых исполнит главный герой Ихтиандр, он же «Человек-амфибия». За время спектакля ему предстоит прожить немало периодов жизни. Познает любовь, он познает разочарование, он познает боль разлуки. И к концу спектакля он уже взрослый. Если можно его позиционировать как подростка изначально, то в конце спектакля, преодолевая разные трудности, он становится мужчиной. В постановке задействована почти вся театральная труппа, а вот женские роли всего две. Были сложности, так как я впервые исполняю главную роль лирического плана. До этого у меня были только характерные роли. Поэтому, ну да, немножечко волнительно. Помимо игры самих персонажей, артистам приходится осваивать и непростой музыкальный материал. Сама партия очень непростая. Очень непростая. Написана для очень профессионального, высокого голоса. Поэтому, помимо очень качественного пения, ну к чему мы стремились, я надеюсь, это получится. Ребята должны еще, очень большая физическая нагрузка на них идет. И танцевальная, и пластическая, и актерская, естественно. Понятно, что вот такой фантастический материал требует фантазирования, требует определенных сценических эффектов, которые непременно зритель будет ждать. Да, нам самим, конечно, хочется куда-то шагнуть за пределы плоскости сцены. По словам режиссера, в спектакле будет немало спецэффектов, в том числе настоящая вода. Еще одним сюрпризом для барнаульского зрителя станет неожиданная концовка, которую придумали специально к этой интерпретации. Оценить грандиозную премьеру мюзикла зрители смогут уже с 15 по 17 июня. София Ценко, Вадим Быстревский, День с толком.